Здравствуйте друзья, с вами Владимир Закоренела деревенщина. Знакомимся на фотографии Краинская пчела. Эта разновидность пчел сформировалась в предгорных районах Альп. Именно от нее позже пошла Карпатская пчела. В своих климатических зонах эта порода представляет особую хозяйственную ценность. Основными ее отличительными особенностями являются не слишком длинный хоботок 6,9 мм, довольно большой вес пчелы до 110 мг, цвет серый с серебристым оттенком, черный или коричневый цвет брюшка, миролюбивый характер, довольно высокая склонность к роению, зимостойкость, устойчивость к заболеваниям. Матка Краинской пчелы за сутки откладывает от полутора до двух тысяч яиц. Гнездо Краинской пчелы может составлять 10-12 рамок. Помимо всего прочего, популяция карники характеризуется ранним весенним развитием. Собирать нектар эти пчелы способны на высоте до полутора тысяч метров над уровнем моря. К преимуществам этой пчелы относят высокую активность на сильном медосборе. Способность быстро переключаться с худших растений на лучшие. Хорошая приспособленность к суровым погодным условиям. Пчела экономно расходуют кормовые запасы зимой. Основным недостатком карники, помимо склонности к роению, считается слабая защита гнезда от воровства. Поведение пчел спокойное, миролюбивое. Карника не склонна к воровству. Популяция карники отличается очень ранним и быстрым весенним развитием, поэтому хорошо работает на садах. Складывают мед сначала в расплодную, а затем в магазинную часть улья. Так же делают кавказские пчелы. Популяция приспособлена к короткой весне, жаркому лету, холодной зиме. Краинская пчела райлива, но быстро переходит от строевого состояния в рабочее, если появляется хороший взяток. Печатка меда сухая белая. Отличная популяция почти без недостатков. Единственное, карника уступает среднерусской позимостойкости, но в своих климатических зонах она представляет особую ценность. Краинская пчела, в отличие от себе подобных, абсолютно спокойная. У нее отсутствует раздражительность, что делает ее популярной для содержания на всех пасеках. Трудолюбие заложено в ней генетически. Она хорошо переносит перемены погоды и поэтому урожайность меда на пасеке очень высокая. Пчеловоды отмечают, что после появления на опасите пчел этой породы забор меда возрастает почти на 30 процентов. Также, в отличие от других пчелиных видов, карника очень хорошо переносит перевозку. Во время переезда пчелы повышают температуру в ульи и практически все популяции пчел переносят это плохо. Краинская пчела в этом плане является исключением. Ведет себя очень спокойно. Карника быстро развивается, поэтому во время небольшого цветения семья уже сильная. У карники отмечают хорошую ориентацию на местности и хорошую координацию. Благодаря этому пчелы не залетают в чужие ульи и прекрасно защищают свои. Популяция очень устойчива к различным заболеваниям. При правильном уходе в хороших климатических условиях пчелы не страдают от аскофероза, паралича и падио-токсикоза. Из недостатков у этих пчел можно отметить токороение. Но оно при правильном пчеловождении возможно в редких случаях. Особи этой популяции практически не вырабатывают прополюс. Также этот вид не любит долгую и суровую зиму. Если зима затягивается, то размножение может начаться поздно. Из-за этого пчелы поедают больше корма и сила семьи будет низкая. Если зима влажная и долгая, есть вероятность заболевания краинской пчелы назематозом. Это редко, но бывает. Пчелы популяции карника прекрасно чувствуют себя на любых территориях. Но больше всего им нравится жить вблизи клеверовых и рапсовых полей. Если вблизи растет вереск, гречиха или подсолнух, рекомендуется завести других пчел. Почему будет рассказано в ролике пчелы длина хоботка и мед. Пчелы не болеют, если следить за чистотой в ульях. Несмотря на то, что краинская пчела практически не производит прополюса, на рамках и стенках улья он все же накапливается и его нужно собирать. Остановка ульев на местности может быть намного чаще, чем при уходе за другими видами пчел. Из-за отличной ориентации на местности карника очень легко отыскивает свой дом. Если вы хотите получить на пасеке много меда и не заинтересованы в частой уборке ульев, краинская пчела вам полностью подойдет. И самое главное, вы можете не бояться подходить к пчелиному домику без защитных средств. Пчелы очень миролюбивы, крайне редко могут проявить агрессию. Для разведения карники рекомендуется подбирать улья с вертикальным расширением гнезда. Следующая популяция итальянская пчела. Подписывайтесь, ставьте лайки, если есть желание ознакомиться с другими популяциями пчел. Субтитры создавал DimaTorzok